Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий от Канала Купленов в Плей. А это игра под названием Welcome to Kowloon. Не знаю, что это за игра. Она у меня есть, есть. Но мне про неё стали писать, писать, писать. И внезапно как-то сошлось, что она и была, и мне начали про неё писать. Поэтому давайте посмотрим, какой-то инди-хорр русский язык здесь есть. Но не знаю, какой он машины-немашинный. Шифт, ВСД, ой, здесь надо бежать. А-а-а-а! Я-я-я, бля, я-я-я, хорр, у которых нужно бежать. Ты знаешь, что со мной будет кто-то гоняться. А я хочу просто пугаться и скримеры кричать, чтобы было. Так, Ковлун, э-э-э, стенной город. Уолл, это стена, а Уоллит, это значит застенной стеной или что-то типа того. Что-то я посмотрю так тихо со звуком. Под туманным небом Китая лежал Ковлун. Самый густонаселённый город, в котором расцветает нищета и бандитизм. А чё-то как-то странно, дома такие многоэтажные, высокоуровневые, а асфальта нет. Однако для молодого студента первым и насущным желанием является обрести дешёвое жильё. Ну, судя по всему, перевод какой-то машинальный, потому что обрести жильё. Ну, приобрести, наверное, или заиметь, как-то не знаю. Ну, явно не обрести. Ладно, короче, какой-то молодой студент приехал в какой-то густонаселённый город под названием Ковлун. И, соответственно, что же его ждёт внутри стен? А, воля-то-то в смысле, в стеной смысле он полностью со стенами? Войдите в город, спасибо. Достижения сразу дали, мгновенно. Вот бывают игры, в которых просто ничего делать. Я даже ещё, наверное, кнопки не нажал, кроме мышки, а уже пришёл. А что такая маленькая эта-то чувствительность? Чуть-чуть побольше. Бывает такое. Да что такое-то? Во, нормально. Вот, нормально. Так, я за стеном городе, хорошо. Бегать, бегать умею. Но здесь, я понимаю, шифт не для того, чтобы бегать, а просто, чтобы быстрее проходить вот эти однотипные коридоры, скорее всего. Так, застрял. Почему? А, потому что куда-то ударился. Это, знаешь, это как-то напоминает какие-то задворки хиберпанка. Вот такие же всё. Какой-то неон непонятный, куча стен, куча... Там что-то тут висит? Хе-хе, куча стен, вот эти внутренние дворы мерзкие. А, это сушат бельё. Так, подожди. А почему я молодой студент, и, соответственно, у меня есть машина, во-первых? Откуда она молодого студента должна быть? А, во-вторых, почему он тогда снимает себе бедное жильё, если у него есть машина? Так, на мышку можно дверь открывать, да? Хорошо. Хорошо, окей. А куда мы вообще идём? Мы пытаемся найти свою квартиру? О, нашлась квартира. Окей. Хоррор этот, по-моему, что-то в районе... А, это не квартира. Что-то в районе 40 минут плюс-минус. Поэтому как раз нам на одну серию очень даже неплохо зайдёт. Но, прежде чем мы продолжим подниматься, мы посмотрим интересную, кстати, довольно-таки рекламу. Ещё совсем недавно мы проходили с вами Atomic Heart и брали на себя роль киборга-агента, задача которого — исследовать загадочный объект 25. Погрузились в удивительный и сюрреалистический мир, где реальность и вымысел переплетаются, а каждый шаг может стать ключом к разгадке тайны. Но согласитесь, не меньшей загадкой для нас стали детали. Как всё началось и куда уходят корни столь аутентичной вселенной, созданной разработчиками. Разгадать все тайны вселенной поможет особый подарок для многочисленной аудитории игры — релиз книги, раскрывающей предысторию Atomic Heart. Книга доступна в BookMate в электронном и аудиоформате. Её шикарно озвучил Сергей Чонишвили. Атомное сердце. Предыстория предприятия 3826. Харальд Хорф, известный как автор первоначальной концепции и сюжета игры, погружает читателей в альтернативную реальность СССР, где после применения супервируса роботы восстают, а главному герою, суперспецназовцу Нечаеву, предстоит противостоять им. В BookMate позаботились и о максимальном удобстве аудитории. В приложении есть возможность настроить читалку под себя, поиск по словам, заметки и рекомендации. А библиотека сервиса состоит из более чем 200 тысяч электронных и аудиокниг, комиксов и детского раздела. Если у вас есть подписка Яндекс Плюс, достаточно просто добавить себе опцию BookMate. А если нет, подключайте Плюс с опцией BookMate и помимо возможности послушать предысторию предприятия 3826, вам станут доступны миллионы треков на Яндекс.Музыке, тысячи фильмов и сериалов на Кинопоиске и другие преимущества Плюса. Активируйте промокод AtomicKuplynov по ссылке в описании и читайте и слушайте книги в BookMate 45 дней бесплатно. А мы продолжаем. Вот, да, можно, представляешь, можно взять, включить себе книженца. Я снял квартиру в каком-то квартире на четвертый этаже. Включить себе книгу, либо начать ее читать самому и погрузиться более глубоко в мир, соответственно, Atomic Heart. Вот такие дела. Так, на четвертом этаже. Ну, пойдемте сразу на четвертый этаж. Это ко мне позвонили? Так, это какой? Это второй собака. Так, сесть могу, сесть не могу к собаке. Брать бедная собачка, наверное, проголодалась. Ничего не могу с этим поделать. Ничего не могу с этим сделать. С собой корм для собак я не ношу. Так, вот это четвертый этаж, правильно я понимаю? А что так все застануто? Неужели никто здесь вообще ни за чем не следит? Едите, твою мать, тут квартира. Тут вот так вот зайдешь, а потом уже просто не сможешь выйти. Может быть, работа находится где-то в соседней квартире? Ну, ты представь просто это. Я, конечно, понимаю, что это все привыкается, но с первого раза ты реально запутаешься. Я ушла. Ключ оставила в магазине. Он находится на улице рядом с подъездом. Бляха, ты ушла? Кто ты такая? Почему ты уходишь? Находится в магазине рядом с подъездом. Понял. Сейчас проморгают скример, скорее всего. Что-то я не понимаю. То ли его дергает, то ли игра так немножко поддергивается. А почему ты не оставила ключ под ковр... О, да. Почему ты не оставила ключ под ковр... У меня нету пожрать. Я сейчас, может, в магазине что-то куплю, потому что в магазин иду. Почему она не оставила его под ковриком? Это же логично. Как же тут гряз... Опа! Опа! Кто-то был. Кто-то был. Как же тут грязно. Тут, да, тут прям срач какой-то полный. Я, конечно, понимаю, что есть старые такие дома, где жильцы незачем не следят, где им на все насрать. Но, бляха, муха, мне кажется, даже таких домов-то сейчас уже особо нет. Потому что люди все-таки как-то стараются облагородить свое жилище, облагородить общую территорию, там, дворы, подъезды. Это же все... Ну, это же... На улице как-то пустовато. Ну, а мне кажется, нормально все гремит. Все в баре сидят. Так что, мне кажется, как-то все-таки похоже на магазин, на котором писала хозяйка квартиры. Людям хочется жить в чистоте, в комфорте. Ключ должен быть где-то тут. Людям хочется прийти с работы, я не знаю, из школы. Ну, из школы, наверное, вряд ли пока. А прийти с работы и, соответственно, видеть приятность. Видеть то, что приятно выглядит. А не вот эти вот сраные, обшарпанные, обоссанные подъезды в окурках. Это все уже уходит же в прошлое. Люди сажают цветочки, красят стены, нанимают, я не знаю, ставят себе домофон, нанимают каких-то бабушек-консьержек или что-то такое. Так, ключ, окей. Так что, не знаю, мне кажется, все это уже остается в прошлом. Да, конечно, не везде, да, такое еще есть, но люди... Что такое? Но люди стараются, люди делают для себя красиво. Так сказать, люди начинают с себя, как бы, говорит, красиво внутри, красиво и снаружи. Так что, в первую очередь, нужно работать над собой. А потом от этого не будет, но просто на это уже некрасиво. Люди ставят камеры, видеонаблюдения, вылавливают этих засранцев... Иди, твою мать. Вылавливают засранцев, которые все это делают. Как-то обращаются в полицию. Пишут заявлять. Че она пролагивает-то? Собака, у тебя уже третья поза в игре есть. Я столько не могу сделать, ни прыгать, ни сесть с ним. Не понял. Не прыгать, ни сесть не могу. Извини, мне ничем тебя накормить. А, кстати, да, я ничего не купил. Бля, сорян. Сорян, я не специально. Так, а тут, получается, многоуровневая постройка. И можно в много мест сходить и подняться. Бывают, кстати, в подъездах такие вот разветвления. Типа несколько лестниц или лифт отдельно-отдельно лестницы. Собственно, и тут у нас. Так, это вход с той стороны, где завалено. Да, это он. А значит, мы живем вон там. Ну, смотри, я уже более-менее разбираюсь в местном маршруте. Значит, все не так страшно. То есть мы второй раз приходим, а я уже примерно ориентируюсь, где мы находимся. Пока вроде ничего страшного. Это больше похоже... Это, знаешь, вот, казалось бы, я вот такое, вот такое вот примерно, не так, конечно, все застрено, видел в общежитии. Не в студенческом, а в обычном, во взрослом общежитии. Там, да, казалось бы, общее житие, общее житье. То есть это даже не подъезд. Это общежитие, то есть там, где люди живут. Там они ходят по коридору в тапках домашних. Но так все жестко засрано почему-то. Как бы кухни какие-то... Там такое чувство, что это общага. И, знаешь, когда кто-то, когда какая-то фирма или кто-то должен следить, то люди понимают, что не следят, и поэтому делают все сами. А когда какая-то вот общага, вот, ну, я как себе представляю, я не утверждаю, не беру, не беру на себя ответственность никакую по поводу правдивости того, что я говорю. Я конкретно говорю про то, что я видел. То есть, а когда вроде люди сами по себе изначально должны заботиться о чем-то общем, то они все пытаются скинуть на кого-то другого и всем, в принципе, по хую. Могу предположить, что это комната хозяйки квартиры. Окей. То есть как-то это. Если у вас в подъезде, в общежитии или где-то грязно, то попробуйте как-то собрать жильцов. Попробуйте сами что-то сделать. Ну, в конце концов, это же все будет красиво. А что, блядь, это моя комната, почему она заперта? Я так понимаю, что вот если моя комната, то все, что за этой дверью, должно открываться. Это же мое. Хотя тут какие-то банки, соленья, карамелья. Карамелья, блядь. Так, не знаю, где моя комната-то. Тут какая-то очень... Вот, 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 вот. Вот я об этом и говорю. Ну, ебаный род. Ну, помой же, в конце концов. Какая-то что это, лоджия, веранда? Ладно, не будем грустным. Дверь на балкон закрыта. Не будем о грустном, будем о... Об игре продолжать. Так, ну я пришел, ну закрыл дверь. Я что, должен... А, ну лечит спать, естественно. Я устал. Я очень много... Я прошел 8 этажей. Даже не 8, а получается 12. Как же хочется горячего чаю. То есть, вверх 4, вниз 4. Это, получается, можно посчитать за 2. Потом вверх 4, опять за 2. А кто у меня дверь-то открыл? Да твою ж мать, тропоты. Как же хочется горячего чая. А ты чай-то с собой принес? Ты что-нибудь купил вообще? Горячий чай это чайник. Вот чайник. Мне кажется, нужно было... Или ты посмотрел, потому что там наполнено все. А кружку какую-нибудь. А, вот кружка. Так, чайник вскипел, допустим. Так, кто-то пришел. Хозяйка пришла. Нет? Думаю, пора в свою комнату. Ладно, берем чаек и пойдем. А, чай можно было, типа, не допивать. Чай скорее... Ну, смотри, вот он пришел на незнакомую кухню. Не понимает, что это. Не понимает, кто это. Налил из чайника. Не прополоскал. Не прокипятил. Налил в непонятную кружку. И после этого его сейчас будут ожидать какие-нибудь глюки, скорее всего. Вот мне прям почему-то так кажется. Все это можно списать на галюнчики. На галюнчики. Мне страшно. Я хочу домой. Старуха сошла с ума. Я уже долгое время не могу выйти даже в подъезд. Да кто поставил на дверь-то? Что за бред? На всякий случай стоит проверить входную дверь. Кто постоянно дверь-то мне открывает? А какая старуха сошла с ума? А та старуха, которая хозяйка квартиры или что? О, пиздец, она заперла дверь. Похоже, хозяйка уже пришла домой и закрыла квартиру. Похоже, что так. То есть это реально ее квартира. Она прям огромная. Огромная ванна. Огромная кладовка. Раз комната, два комната, кухня. Три комната, балкон точнее. Зачем ты к ней постоянно стучишься? То есть квартирка неплохая. Прям здоровая на самом деле. Да кто... Хватит-то... А, хватит открывать мою дверь. Не смей выходить ночью на улицу. Блядь, не собирался даже. Ночью спать я буду. Ну, ждать из... Куда тебе выбраться? Да что с такой с дверью-то? Куда тебе выбраться-то? Ложись спать. Че у тебя все не устра... Ты пришел снять квартиру. Ты кто? Студент. Тебе завтра на лекции. На практику. На уроки. Куда тебе ночью выбираться? О, это лампу. Че тебе мешает просто взять и поспать? Утро вечера мудренее, понимай? Опа. Да что я застрелился в карпу каких-то? Утро вечера мудренее. Ебать. Жесть какая у хозяйки происходит. Ну, как бы кто мы такие, чтобы лезть в ее личную жизнь. Это ее личная жизнь. Она хочет этим заниматься. Так, ключ. Ключ от входного замка. Ну, судя по этому, старуха, да, немного подзашла с ума. Возможно, даже не мотыльки, а какие-то мутировавшие мухи. Потому что мухи же любят на всякую тухлятину садиться. Ключ не подходит. А, значит, он от балкона. Был закрыт балкон, пойдем на балкон. Ну, пока что эта игра меня особо не пугает. Я не понимаю, как это работает. Я не понимаю, как это работает. В который раз? Уже в бесконечное количество раз, когда я говорю, что меня эта игра не пугает, что-то происходит. Фу-то, я думал, там что-то здоровое стоит, а это что-то висит. В который раз уже происходит эта дичь. Зато превьюшку вроде... Аааа, он хорош! Так, 14 минут, это превьюшка, отлично. Ой, ну я тебе говорю, он напился чаю с какими-нибудь этими, с какими-нибудь плохими веществами. Теперь его просто жестко галюнет. Ничего этого не было, ничего этого, он просто уснул. А что за шкатулка такая интересная? Так, ну мне... Мне страшно, да, это мы читали. Ааа, я так понимаю, что ключ был от... Я так понимаю, что ключ был от балкона. Ну, вылазить через балкон что-то не особо охота. Да, ключ от балкона. Ты хочешь просто спуститься по балконам? Ааа, это балкон, в смысле, он тоже какой-то общий, что ли? Попасть в квартиру соседа. Уютно здесь. От какого вообще перепуга мы заходим в квартиру соседа? С какой, блядь, радости нас вообще сосед сюда не приглашал. Почему мы сюда заходим? Последнее время в городе начали твориться странные вещи. Я чувствую себя тут в опасности. Надо доделывать ремонт и съезжать поскорее. Да-да, вы хотите мне ответить на вопрос, нахуя делать ремонт, если ты хочешь съезжать? Или вы с какой-то другой целью сюда пришли? Ну, типа, а зачем... Некультурно перед носом своего гостя закрывать дверь. Какие некультурные соседи? Зачем делать ремонт в квартире, если ты собираешься из нее съезжать? Как бы съедь, и пусть доделают ремонт тот, кто заедет? Или ты хочешь ее быстрее отремонтировать и сдавать, например, в аренду? Тогда понятно, да, тогда понятно. Но как бы кому-то ее сдашь, если здесь такое плохое... Ээээ, все. Если здесь такая-то... Да что такое-то пропустил скример? Блядь, опять замок. Кто-то звонит. Сосед, наверное, пришел. Сосед скажет, что ты делаешь в моей квартире, собака. Ага. Открываю. Открываю, но не могу, не могу. Во-первых, квартира не моя. Во-вторых, заколочена. А может быть, сосед ходит к себе домой через наш балкон? Еще один ключик, хорошо. Так, но этот ключ не от того замка, опять-таки. Это может быть вот отсюда? Нет. Тогда может быть вот отсюда. Нет. Так здесь заколочено надо... А, подожди. Хотя, если замок висячий с обычной этой, как ее сердцевинкой, то подойдет. Окей, это сюда. То есть, это что-то типа бродилка-страшилка. Ой, фонарик. Прекрасно. Ага. А что такой поворот-то стал непонятный? А-а-а! Это типа я могу вот так фонарем чуть-чуть управлять, а потом фонарь еще и поворачивает меня. Это очень странно. Это такая очень неудобная система. То есть, смотри, насколько поворачивается фонарь и насколько поворачиваюсь я. Жесть какая-то. А от кого этот хоррор? Понятно, что он, скорее всего, азиатский. Азиатские хорроры, они жесткие. Они в большинстве своем основаны на каких-то местных этих местечковых легендах, страшных историях и прочих. Так, Керин. А как правильно? Какое имя сюда или слово ввести? На каком-то нарядном фольклоре. Кстати, правильно вроде как произносится фолклор. Фольклор. Но это как-то так странно звучит, на самом деле, фольклор. Я почему-то думал, что правильно всегда фольклор. Вроде как фольклор. Или фолклор. Фолклор. Ну, фолк это что-то местное. Лор это какая-то история мира. То есть, возможно, фолклор это поэтому так и звучит, что местный лор. Бля, тогда логично, что звучит фолклор, а не фольклор. Фольклор это как-то с этого, смягченно. Очень интересный между теми. Что там такое? Бабы сильные, тараканки здоровые, смотри. Просто так эту, как ее. А, ну тут еще отравляющие газы идут. Ну, конечно, это глюки пошли полные вообще. Фолклор. Хорош, придумал я отмазку. Это как подвал. Подвал, помнишь, я когда-то в старых каких-то, в старом каком-то видосе рассказывал, в чем смысл слова подвал. Вал, это стена, то есть вол, да, вал. А под, это под стеной, то есть подстенное помещение. Подвал. Так и с фолклором получается. Охуеть. Приколдесы. Так, что я где-то не заметил-то? Что-то в холодильнике? А что тут в холодильнике? Вроде нет ничего. Ага. Все что-то скрипит кругом, что-то дребезжит. А что делать, не особо понятно. Рассуждать про фолклор. Здесь когда-нибудь по-любому какой-нибудь трупец будет висеть, 100%. Да что с тобой, холодоз? Что ты открываешься, закрываешься? Ты в курсе? Морозка 10. Морозка 10. Хорош. Подожди, какой это хор, азиатский или нет? Ну, судя по запискам, русский грамотный вроде как, по строению предложений и все. Судя по переводу в начале, он какой-то не особо грамотный. И что ж, да не так? А, я же имя какое-то ищу. Подожди, а какое я ищу имя? Или имя, или слово. Слово из пяти букв. Лерин. Типа где-то поискать по стенам какие-то надписи. А, нет, Морозка не подойдет. Морозка 10. То есть торговая марка Морозка. Номер модели 10. Хорошо. Давайте искать какие-нибудь слова из пяти букв. Давайте искать. Так. Бля, ну холодильник, ну чисто советский. Ну вот чисто советский холодильник, потому что, во-первых, он Морозка, а во-вторых, в нем наклейки из жвачек. Точнее, даже не наклейки, это вкладыши. Хотя, может быть, и наклейки. Да, по-моему, вкладыши были широкие, а наклейки были узкие. Там что, Терминатор 2, Ван Дамм, Турбо, наверное, из машинок. Окей. Я, у меня уже начинают одолевать сомнения по поводу того, кто этот хоррор делал. Так тут нет никаких имен. Тут вообще ничего нет. Чего вводить-то надо? Ну, фонарик же нам дали не просто так. Всяко где-то нужно что-то рассмотреть. Холодильник открывается, закрывается сам по себе. Окей. Ты знаешь, как получилось? Получается, в видео есть реклама Bookmade. То есть, вот это, да, там, аудиокнига Atomic Heart. Предыстория всей этой вселенной. Вот этот вот футуристичный Советский Союз. Здесь холодильники из Советского Союза. Интересно! Интересно, как оно так совпало. Интересно. Да где, что, какое и какое куда ввести слово? Я говорю имя, потому что вначале было похоже на имя какое-то введено. Может, на просто на улицу выйти? А на улицу уже нельзя. Ладненько, давайте искать здесь. Открой, да, откройся. Так, ну-ка, закройся. Блядь, не открывается, не закрывается. Так, оно не поворачивается, окей. Вот здесь что-то... А, это, наверное, перечеркнуты дни. Ну, единственное какое-то притягательное место сейчас, это вот эта вот пробитая труба. Но на ней ничего нет. Картина, оказывается, стоит на кровати, и она кликабельная. Кликабельная картина. Первая буква Д. Первая буква Д. А, это типа по всем картинам нужно походить? Первая буква Д. Пойдет так? Типа все картины надо посмотреть, что ли? Ничего, даже внимания не обратила, картина чисто такой, знаешь, интерьер недвижимый. А оказывается, походу, движимый. Хорошо. Так, вот еще картина. Предпоследняя буква А. Хорошо. Первая Д поставили, предпоследняя А. Я надеюсь, что она не сбрасывается. Да, первая Д, предпоследняя А. А, окей. Какое, может быть, слово Д? Не знаю. Не знаю таких слов. Так, ищем еще картины. Ахамуха! Средняя С, окей. Средняя С. Д... Декан. Декан, но по-любому Декан. Средняя С, окей. Декан. Нет, значит нет. Но, в принципе, уже можно было бы подобрать. Там не так много словосочетаний получается. Нахера так скримерить на картинах? Ну, это же подло. Это же мерзко. Это отвратительно. Последняя У, окей. Последняя У и последнюю картинку давайте найдем. А, последней картинки нет? Судя по всему, нет. Так, окей. У последняя. Значит, вторую букву будем подбирать. Хорошо, что здесь есть Shift. Декей. А, Декей. Декей. А что за слово Декей? Оно ведь что-то означает. Игра даже есть какая-то. Стоит ов Декей. Значит, слово Декей что-то... А что это? Значит, слово Декей что-то означает. Так, окей. Монтировка. Кто-то запер монтировку на кодовый замок. Чтобы никто не смог отсюда выбраться. Хорошо. У меня немножко горит сейчас в груди от этого скримера с глазами. Я не ожидал его. Сука. А, подожди. Можем выбраться через... Да, здесь двери так странно работают. Мы теперь можем выбраться через центральный выход. Да, можем выбраться, Декей. Кто-то в ухо мне дышит слева. Так, а подожди. Это какой-то заброшенный дом-то или что? Ну, как бы не бывает же такого, чтобы все люди просто резко стали какими-то призраками, монстрами и чем-то таким. Это бы якобы... Ну, якобы... Это бы явно кто-то бы заметил. Они же не могут одновременно стать монстрами. Что это такое? Это счетчик горит? Блин, ну превьюшка на 14 минуте будет вообще козырная. Если она такая же четкая, как у меня была на экране, то это вообще хорошо. Там картинка такая необычная. Обычно, знаешь, в таких хоррорах... Ну, это, кстати, не похожесть прям уж так на какой-то дешевый инди-хоррор. Обычно в таких хоррорах модельки стандартные, в них ничего страшного. А тут прям какая-то своя нарисованная картинка. Это прикольно. Это прикольно. Я уже практически привык к работе фонаря. Это, конечно, странно, он работает. Ну да ладно. Привыкнуть можно ко всему. К хорошему особенно. Это не хороший фонарь. Он должен вместе с головой крутиться. Нужно убегать, помчали. Помчали-побежали. Тихо, блядь, хорошо. Хорошо, бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Хорошо, бежим-бежим. Непонятно куда. Просто куда-то бежим. Просто бежим спокойно. А что там за мужик-то бежит? Просто рандомно. Надо бежать! Выхода нет. Как это нет? Код 5913. Хорошо. Я успешно оторвался от погони. 5913. А к чему этот код? Вот эти скримеры, которые часто возникают по сторонам, откуда-то... Они надоедают и не пугают. Звук какой противный. Вот это тоже. Ну, что это за скример? Ну, серьезно. Ну, это уже все ожидаемо. Это все ждешь. Это все понимаю. Сколько это? 5913? Блядь, запишу, забуду, нахуй. 5913. Спокойно. Запишу, а то забуду. Кстати, вот сейчас на экране я открыл себе телеграм, чтобы записать себе просто вызбранные сообщения. 5913. И у меня открылся этот чат. Кто не в курсе, кто не подписывался на телеграм, возможно, из-за каких-то предрассудков, что если в телеграм-канале нету чата, то в нем неинтересно, то чат в телеграм-канале появился. Ссылка на телеграм в описании под видео есть. Я открыл там комментарии и стал чаще писать, потому что теперь я на улице, осталось найти выход из города. Потому что получать обратную связь через комментарии довольно-таки приятно. Вот, поэтому, если что, подписывайтесь на телеграм, соответственно, и там... Я туда больше не вернусь. А, мы отсюда вышли. И там, соответственно, я это... Вот недавно задался вопросом, кто на чем играет, между прочим. Довольно много ответов получил. Читал, сидел, наверное, часа полтора. Я пошел записывать, решил дописать вопрос. И, соответственно, часа полтора я просто читал ответы. Ну, прикольно, интересно. Грустные там истории такие были, жесть. Кто-то с детства хотел играть на музыкальном инструменте, но им родители не давали. Сейчас я расскажу еще одну грустную, и мы вернемся в игру. Ну, а у кого-то, короче, кто-то в детстве хотел играть на пианино, и мы купили игрушечное пианино. Она начала на нем пиликать. Родителям надоело, что девочка пиликает, и у нее спрятали пианино. Ну, серьезно? Как так? Почему? За что? Просто взяли, купили, а потом спрятали. Ну, блядь, это жесть какая-то, если честно. Это прям жесть жестокая. А вот и выход. Окей, но нужно найти, чем разрезать цепи. Так подожди, там же звонил какой-то телефон. Там что-то есть, но у меня нет денег. А, что это такое? Это, типа, кусок рычага? То есть нам нужна монетка. Нам нужна монетка, чтобы достать кусок рычага. Потом этот кусок рычага куда-то вставить, что-то нажать. Что это было сейчас? Потом найти что-то, с помощью чего разрезать цепь. Откуда я приходил? Отсюда? Нет, это где-то какое-то новое место. Ли, тут непонятно, куда можно пойти, куда не можно пойти. Какие-то коридоры прям такие узкие, что кажется, что я в них не пролезу. А, это тупик. Так, ну тупик тупиком, но здесь нам что-то должно быть. Либо монетка, либо скример, либо место для рычага. Что-то здесь явно должно быть. Хорошо, пойдем наверх. Что-то то ли экран сузился, то ли что. Как-то стало очень узко. Бляха опять, что ли, в дом? Мы же только что оттуда выбрались. И почему, кстати, мы выбрались из подвала? Мы жили на четвертом этаже, а вышли из подвального помещения. Это как так работает? Это что-то очень странное. Так, вот. А, это лифт. Так, а тут я пришел. Ну тихо, тихо, фонарь, не мигай, не дури. Лифт не работает. В генераторе закончился бензин и сломался рычаг запуска. Окей. То есть, мы нашли, куда применять рычаг. Точнее, не нашли, но мы знаем, за что этот рычаг отвечает. Он отвечает за лифт. А вот и генератор. Так, и где мне теперь искать рычаг и бензин? Так, ну рычаг мы знаем. Где он в торговом автомате? Бензин мы не знаем где. И монетка мы тоже не знаем где. Значит, будем искать. Но вот из-за того, что игра стала какая-то суженая. Это угол обзора, что ли, поменялся? Или как это правильно сказать? Угол обзора правильно. Угол обзора, короче, поменялся. И поэтому стал вот таким эффектом. В таком эффекте не очень приятно находиться, если что. Но там же был, по-моему, какой-то магазин, где там звонил телефон. Или это не магазин был? Нам как-то надо пробраться туда. Так, холодос. Холодос не открывает. А! Открыли. Окей! Окей, открыли. Скример, который был из-за стены, он был не страшный. Давай я тебе кое-что покажу. Загляни под камень около качели. Камень около качели. Хорошо. Камень около качели. Хорошо. Так, тот же самый холодильник с теми же самыми наклейками. Камень около качели. А где сама качеля? Ведь правильно же качели, это же множественное число, оно же не делается. Так, вот качели, хорошо. Оно же не дел... Так, вот камень. Ага. Ха-ха-ха! А теперь в красный холодильник. Так, окей, красный холодильник был там же, где мы нашли записку. Но это камера какой-то уже рыбий глаз пошла, точно. Это когда очень большой угол обзора. То есть рыбий глаз, это такая какая-то линза закругленная, да, я правильно понимаю? И она вместо того, чтобы показывать вот так, показывает вот так сильно. Гораздо сильнее. Поэтому, собственно, и так поменял. Зачем такой угол обзора, не понимаю. Чтобы неудобнее, наверное, было фонариком волочить. Так, ну в холодильнике монетка, да? Ты видел во дворе розовую ткань? Не хочешь посмотреть, что за ней спрятано? Розовая ткань во дворе. Если честно, не видел. А, во дворе, может быть, в этом? А что меня туда-сюда гоняют-то? Бля, туман напал. Он стоит тут. Кто-то тут есть. Так, вот розовая ткань. За ней спрятан гараж, серьезно? Нет, за ней спрятана очередная комната. С сидячим котом. Красивое у меня убежище, правда? Я тут пряталась от всего ужаса, который начал твориться в моей семье. Да и вообще во всем городе. Хорошо, что в Коулуне... А, хорошо, что в Коулуне уже не осталось ни одной живой души. Эта монетка тебе пригодится. Какая монетка? А, вот она. Так не видно же ни хера. Здесь можно про... Нельзя? Приближать что-то. Это вот, если бы мне ее не сказали, что здесь монетка, я бы не заметил. Она очень маленькая. Так, ладно. Мы взяли, получается, монетку. Идем за рычагом. А бензин где взять? Окей, давайте делать вот как. Давайте, если вдруг эта игра работает по каким-либо скриптам, то сначала мы возьмем рычаг. Сначала отнесем его наверх. А после этого, соответственно, мы пойдем искать бензин. А вопрос на миллион. Мне лифт-то нахера нужен? Если мне нужно просто от... Или на лифте я поеду наверх искать гвоздодер какой-нибудь. Так, секунду. Монетка. Рычаг. Рычаг есть. Хорошо. Бля, фонарь еще, что ли, меньше стал? Ой, какие здесь двери непонятные. У меня нет ограничений инвентаря-то, правильно? Все плохо. Моя маленькая дочурка сбежала из дома. Я не знаю, что на нее нашло. Жена уже третьи сутки не выходит из ванны. Все вокруг сошли с ума. Я не знаю, что делать. Этот газ из труб. Я раньше не обращал на него внимания. Я думаю, он во всем виноват. Помогите. А я тебе говорил. А я тебе говорил. Все дело в газах. Это газы странные какие-то. Галлюциногенные газы. Но не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Ну прекрати. Так, у нас еще осталось на улице, если что, неисследованная зона. Это там, где выходили на двор, выходили направо. Они хотят выселить нас с нашего района. Так, правительство от всех скрывает то, что мы тут умираем. Мы ходили направо качелькам. А вот и канистра с... Где? Вон та белая, которая была. Ага, канистра с бензином. Окей. Так, тогда предлагаю сейчас сначала... Или не предлагаю. А кто? Кто рычал-то? Никто? Не, предлагаю все-таки сгонять, посмотреть, что там было. Может быть, там можно было сходить к телефону. А то мы сейчас на лифте уедем. А, все, блядь. Ну ладно. Значит, нечего там было особо-то и делать нам. Кто-то тут, короче, за мной постоянно наблюдает. Непонятно кто. Так, это лифт. Нам куда? Нам сюда. Нет, здесь тупики. Ну вот, видишь, я уже здесь не ориентируюсь особо. Потому что все как-то перепутано. Так, бензин залили. Рычаг поставили. Рычаг включили, генератор заработал. Хорошо. ААААА, ЭТО ТВОЁЕМА! В ВЕСТЕ, блядь. Хе-хе-хе-хе-хе. Как давно не было скриверов, что я про них забыл. А-а-а... В ВЕСТЕ С ЛИИ... В ВЕСТЕ С ГЕНЕРАТОРАМ ЗАРАБОТАЛ ЛИФТ. Да. И мы едем куда-то наверх. Так, лифты в азиатских хоррорах. Это страшно. Аккуратней. Аккуратней. Хуй тут ебанат. Стоп. Чей-то хоррор-то я не понимаю. Так, ну-ка, секунду. Сейчас я выясню этот вопрос. Сейчас я его выясню спокойно. Я гуглю. Я гуглю, смотри. Посетить крышу. Крыша, окей. Велл. Ком. Ковлун. Окей. Велком ту Ковлун. Семь из десяти. Отзывы у него. Так, значит, разработчик. Олеска, Нотекс, Наба и Адмия. А кто разработает... Кто? Среднее время прохождения составляет 50... А, 50 минут? Блин, я не знаю. Но как-то оно смешано. Вроде азиатское, вроде какое-то советское. Непонятно! Непонятно. Очень даже странно. Так, ну я посетил крышу. Что мне это дало? О! Кусачки! Отлично! Теперь я могу, соответственно, отсюда выйти. Ну, либо поспать... Ну, либо поспать... Бляха, наверное, кто-то устроился на крыше, свежий воздух, музыка играет. Красота! Дышишь свежим воздухом. У тебя, считай, отдельно эти... Как это называется? Пентхаус, да? Нет, не пентхаус. Пентхаус. Пентхаус же это то, у кого есть крыша, правильно? У тебя, получается, верхняя часть пентхауса. Жестко чувак отдыхает, нормально. Так, а если среднее время 50 минут, то сейчас 43. У меня написано. Здорово! У меня опять для тебя ничего нет, не поверишь. Не поверишь, но я опять тебе ничего не купил, собачка. Так, ну это еще не все. Ну, муж прям совсем на выходе, на выходе. Так, мужик висит, стоит. Побежал мужик. Бьется мужик. Побежал мужик еще один. Склимерный мужик. Упал мужик. Задавило мужика. Висит мужик. На коленях стоит мужик. Мужик тянет руку. Опять мужик бьется. Как же это, как в Аутласти в первом. Где-то там в тюрьме или где-то мужики тоже бились об стену. А что, все, что ли? Звуки, как в Сайлент-Хиллах. Такие же. Покинуть город. Прощай, коммуни. Так он газом-то в любом случае надышался. Кто-то будет рядом смотреть. Нет? Он уже какой-то обдолбанный сюда приезжал. Тут же тупо одни развалины. Или ему приснилось. Он висит? За последнее время поступает много сообщений в полицию от людей, побывавших в Коулуне. По их словам, они видели город, которого нет. Коулун, город-крепость, снесенный пять лет назад, был одним из худших городов Китая. Незадолго до сноса в нем произошел всплеск преступности и необоснованных убийств. Многие верят, что правительство было готово пойти на ужасные поступки, чтобы снести Коулуну. Выход. А я не нажимал на выход, алло. Вот такая вот игра. Такой вот хоррор. Ну, он... Я не знаю, как это назвать. Он вроде и неплохой. Но и не сказать, что он прям хороший. Стандартные скримеры, история... На самом деле, если бы здесь была какая-то история, был бы какой-то, опять-таки, лор, то было бы гораздо интереснее. Не хватило, наверное, записок и не хватило описания того, что в этом городе происходило и что в этом городе происходит. То есть доработать, дописать сюжет, добавить записочек, и будет такой хороший крепкий середнячок. А пока такой не очень крепкий середнячок. В общем, как-то так. Ссылка на плейлист, стильный медиа, хоррор, в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Всем привет, шлищие игрушечки, ребятушки. Всем пока.